Молодежь не ходила совсем. Только те, кто привыкли читать, то есть старший возраст. Появились эти же гаджеты, ведь компьютеры стали более доступными, стали более доступными игры в телефонах. К праздникам проводятся какие-то мероприятия, гитарники, допустим, квартирники. Интеллектуальные игры тоже пользуются спросом. Когда играешь, ага, блин, вроде бы выиграть хочется, у них уже азарт. И когда ты говоришь, что для того, чтобы получить подсказку, тебе надо посмотреть книгу, посмотреть, выбрать там что-то, вспомнить, они хотя бы держат их в руках. Но они не просто держат, они стараются. После ремонта в библиотеке стало гораздо приятнее находиться. Здесь очень красиво, стало очень много интересных книг. Здесь есть приставка, можно поиграть с друзьями в PlayStation, ну или просто посидеть вот на этом желтом диванчике и поговорить с друзьями. К сожалению, уже во многих закрыты магазины, то есть ездят только автолавки. Закрыты отделения связи, почтовые, тоже только ездит почтовая машина. И люди в итоге собираются где? Вот приходят в библиотеку, где всегда тепло, светло. И где есть возможность интернетом воспользоваться, компьютером воспользоваться? Это на селе, в дубинке, это становится очень актуально. Поэтому это обязательно надо, чтобы библиотеки сохраняются. В первую очередь, конечно, этот проект направлен на то, чтобы активные жители с территорий, общаясь друг с другом и общаясь с экспертами и знакомясь с различным опытом, вот как раз увеличивали и свою насмотренность, и свой багаж знаний, и свою уверенность. Вернувшись в свою территорию, эти люди начнут передавать эти знания, опыт, вот то, что они увидели жителям в своих населенных пунктах, привлекать их к себе и вместе с ними придумывать, как они могут менять жизнь к лучшему. Как раз проблемы, которые, почему люди не создают НПО, почему не идут, не пишут гранты, проблемы с документацией, проблемы с бухгалтерской отчетностью, с отчетностью просто потом по грантам, это действительно есть момент такой проблемный. То есть вроде как понимают, да, и хотят руками делать, а все-таки с грантами связана и другая процедура деловых бумаг, этого всего. Поэтому вот что будет помогать. Хочется движения, хочется все-таки момент такой, чтобы не ждали от кого-то чего-то, а делали, ну, сами же для себя и делали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!